Всем привет, дорогие друзья! Меня по-прежнему зовут Виталий, также широко известный в узких сругах, как Сова-созреватель тростневика. В прошлой серии, буквально через год, всего лишь после старта данной колонии, мы засадили себе грядочку тростневичка. И почему-то у нас требуется пусташий туалет. Короче, где-то у нас там ребята, которые должны этим заниматься, считай, они этим не занимаются. Так вот, о чём-то я... А, так вот, значит, мы посадили с вами тростневик и начали активно проламываться вот сюда. Для того, чтобы дальше у нас тут что-то заработало. Значит, сегодня мы будем дальше продолжать активно сюда проламываться. Я так и думал, что без этой штуки у нас нихрена не получится. Ну, и тогда, скорее всего, эти радболты сюда поступать не будут. Место не подходит для стройки. Потому что последний раз, когда я хотел таким образом загнать сюда радболты, у меня ничего не получилось. Вот сверху, скорее всего, они поступать будут. А снизу, опять же, скорее всего, поступать они не будут. Мы, конечно, можем попробовать какую-то проницаемую клетку поставить, но это, скорее всего, ничего не даст. Ну, ладно, давай посмотрим, значит. Будут ли вообще хоть что-нибудь генерировать? Или нет? Он один радболт нагенерировал. Обжигает. Ладно, мы в любом случае бахнем сюда исследовательскую станцию с приоритетом 9. Мы в любом случае бахнем вот эту вот хрень тоже, потому что она нам нужна. Но что из этого дальше получится или получится из этого чего-нибудь, хрен пойми. Так что, так что не знаем. И еще, еще, нам, знаешь, что надо будет сделать? У нас заканчивается говновода. Я вот обратил внимание. Говновода у нас заканчивается. Это означает только одно, что нам надо... Вот из этого гейзера холодной шуги, который у нас выбрасывает ледяную загрязненную воду. Вот нам надо оттуда этой самой ледяной загрязненной воды будет забрать. И вот сюда ее надо будет притащить. Притащить и вылить. Причем, знаете, что надо будет сделать? Надо будет сделать ее чуть-чуть пониже, чтобы у нас вот эта вот штука по-любому отсюда выпадала. А если уж ее не хватает, то тогда выпадала уже вторая штука. У нас, кстати говоря, примерно оно так и есть. А, нет, нет, не так у нас есть. Да, вот эту вот схему надо будет переделать тогда немножко. Ну, чтобы все это стало возможным, нам надо будет взять и бахнуть... Я не знаю, нам нужна, правда, теплоплитка теплоизоляционная? Непонятно, нужна ли нам будет теплоизоляционная плитка. Так, сейчас он нас доделает вот эту вот хреновину. Сейчас ты выйдешь отсюда, да. Мы доделаем вот эту хреновину. Ну, давай сделаем теплоизоляционную плитку. Значит, нам нужен будет еще где-то сюда вход. Вход, при том, что здесь есть рапа, которая нам нахрен не нужна. Ну, в принципе, если мы сделаем... Нет, если мы сделаем вход буквально на несколько клеточек наверх, это будет, наверное, не очень здорово. Давайте мы сделаем вход где-нибудь вообще вот здесь. Нам же, по идее, совершенно похрен, где он будет, правильно? По-моему, правильно. То есть мы можем прокопать его вот сюда, например, до низу. Потом взять теплоизоляционную плитку. Значит, загнать его как-то вот так. Примерно. Потом взять через одну мы еще строить можем, да? С другой стороны, нам зачем строить через одну? Так, мы возьмем сейчас термоплитку еще вот так. И чтобы сюда лишнего всякого говнища не попадало, еще возьмем вот так. Поверху этого всего, здесь можно было ходить прям над ней, мы сделаем вот так вот лесенку. Блин, тогда эта штука сюда все-таки попадет, скорее всего. Нам надо по факту убрать отсюда рапу. И все вот здесь вот заделать. Ну, рапу отсюда убрать несложно. Ну, на самом деле, непросто. Давайте-ка мы, ну, что сделаем тогда? Мы сделаем вот так. Потом мы сделаем вот так. Вот эту вот всю штуку, да, кроме вот этой, мы распотрошим. Раз, два, три. На четыре клетки, да? То есть, чтобы мы могли здесь что-то делать, нам надо вот так вот протащить будет. Ну, давай вот так протащим. Ладно, это тогда мы убираем отсюда. Раз, два, три, четыре, да. Вот тогда мы сможем здесь вполне себе строить. Потом мы спускаемся еще под низ, и на расстоянии вот так вот двух клеток забахаем что-то типа того. Потом мы спускаемся вниз, заберем там какой-нибудь... Ну, температура перегрева нам, в принципе, не грозит. Поэтому я думаю, что мы можем вполне себе просто из меди тупо бахнуть сюда насос. Потом вот здесь вот мы можем бахнуть трубец, выходящий куда-нибудь сюда. И в плане электрики бахнуть проводец, выходящий куда-нибудь вот сюда. То есть обстроить таким образом всю вот эту вот штуковину. Вот это нам надо будет распилить, и вот это нам надо будет распилить. Четыре клетки, да, и у нас, по идее, должна получиться лужа грязи. Ну, генерируется она, конечно, медленно. Но генерируется. И пока так происходит, нас это, в общем и целом, полностью устраивает. Да, медленно, конечно, генерируется, но самое главное, что, в принципе, этот процесс идет. Так что нормально. Теперь нам надо будет поставить из вот этих вот всех приоритет 6 для лесенки. И у меня даже так вот, для всех лесенок. Чтобы здесь можно было нормально перемещаться внутри, и никто у нас там не упал и не замерз. Ну, а там дальше мы посмотрим, что с этим совсем делать. Ноченько разболтов здесь генерируется. Скорее всего, вот этот вот у нас пропадет. Его, наверное, надо будет как-то, типа... Типа, даже не знаю, как его протаскивать. Может, как-то сюда, отсюда, типа, отражать вот так, и отсюда вот так, вот сюда, может быть. Ну, скорее всего, кстати говоря, наверное, так оно и делается. Я подозреваю. Ну, ладно, если хотя бы вот эта штука заработает, хотя бы одна, будет уже неплохо. Вот там у нас идет Каталина. А сейчас она это достроит. Не достроит. Социальная нагрузка 1200. А что такая большая? Сейчас 600, потенциально 1200. Надеюсь, что потенциально 1200 продлится недолго. Потому что если продлится долго, будет жопа. Гранит. Ну, ладно. Ну, допустим. Ну, облучает он, облучает себя. Пока эта штука жива, мы можем фактически на халяву получать радболты. Мы их можем получать, я так понимаю, на халяву еще и просто вот отсюда, из космоса, но это потом. И это потом когда-нибудь, пока что не до этого. Каталина начала строить понемножку. Каталина понемножечку начала выстраивать себе, в принципе, эту самую, интересную для нее самой системку. Ну, ладно. Пусть выстраивает. Вот у нас еще один генератор. Он, правда, тысяча. Вот из него, скорее всего, будет сейчас глючить. Да, провод будет красный. Как раз из-за вот этого генератора. Потому что 480. Жрет каждый. 960. И плюс нагрузка еще на эту. Но она, правда, кратковременная. То есть, большой нагрузки здесь не будет. Но, учитывая то, что, скорее всего, вот эта вот нижняя часть и работать не будет, то... Ну, вот, собственно, и рапа пролилась. Все-таки эта хрень не выдержала. Теперь у нас тут есть еще и рапа. Значит, и мы пока будем это протаскивать, и нам нужно будет еще и рапу фильтровать. Отсюда. И всю эту хрень еще и затопило. Может, ну и нахрен тогда? Да, дай-ка мы его берем вообще отсюда. Разберем ее, нахрен. Пусть с одной стороны будет и будет. Потому что... Просто потому что гладиолус. Ну, ладно, раз у нас здесь теперь дохрена рапы, тогда давайте мы не будем мелочиться. Раз она все равно пролилась. В общем-то, стоило догадаться, что так оно будет. Ну, раз уж у нас так произошло, давайте мы ее тогда поднимем еще блока на четыре вот сюда, чтобы там можно было спокойно ходить и не париться. Раз у нас один хрен все пошло в жопу, сделаем себе вот такие вот строительные леса. Значит, раз, два, три. Елочка, блин, гори. Насчет рапы я не знаю. Рапу нам закачивать вообще с голоножижу-то не надо совсем. Нам бы как-нибудь ее отсюда убрать совсем, эту рапу. Куда-нибудь ее откачать. Ее тут не так-то много, в общем-то, надо откачивать. Ну, тогда нам нужен будет фильтр. Так, тогда нам нужен будет водяной фильтр. Водяной фильтр. Ну, давай мы сразу его поставим. Потом мы его уберем. То есть, пока мы эту штуку не допилим, он у нас будет. Потом мы его снесем. А водяной фильтр, вот у нас фильтр для жидкости. Значит, в качестве временного решения Значит, в качестве временного решения нам надо так просто поставить, просто чтобы его обслуживать потом было легко и удалять легко было. И не надо было ползать в говнище. Значит, в качестве временного решения у нас будет вот здесь вот стоять фильтр. В него вот отсюда будет заходить... Вот это вот мы разобьем. В него будет вот отсюда заходить штука. Значит, дальше. Так, дальше мы возьмем вот такую трубу И фильтрованная жижа будет идти туда А нефильтрованное всякое говнище Будет просто выливаться вот сюда Там надо будет чуть-чуть рапа Мы эту рапу туда сольем и все будет нормально Вот так вот сделаем Постепенно мы это все достроим И по идее должно быть норм Так, сколько там набралось? 40 крат болтов Ну, в принципе, они набираются медленно, конечно Но учитывая то, что спешить нам один хрен некуда Получится вполне себе норм Я надеюсь 41, ну да, то есть мы просто постепенно Сейчас в процессе Будем оттуда получать необходимые нам Хреновинки И получим сразу разъем загрузчика Какой-то разгрузчика, грузовой А теперь нам, короче, целую кучу технологий Вот это я думаю, что лишним нам вообще не будет Совершенно Теперь надо разобраться вот с этой сранью Которая все уже перестала пропускать вообще Что бы то ни было Ну что ж Же Давайте попробуем Ведь и не попробуешь же не узнаешь Правильно? Давайте попробуем проковыряться в космос И посмотреть, что нам это даст Вот эта вот наша проковырка в космос У нас уже два газовых этих сдохло И мими сейчас отъедет Блин, потому что их надо было делать Надо израсходовать весь газ Заменить их на золотые А чтобы израсходовать весь газ Мы сейчас поставим сюда Какой-нибудь пар, например Сейчас он у нас грохнет весь газ После того, как он грохнет весь газ Мы его Заменим А блин, только из него газ-то не будет выходить Да, пока мы его не починим Да, не будет, скорее всего Он вообще переходит отсюда, нет? Ну да, ни хрена он не выходит Ладно, сейчас у нас опустошится Потом мы включим ему авторемонт Пока мы всем этим занимаемся Вот сюда пойдем наверх Значит, что у нас тут происходит? Мы поставили шлюз Мы поставили шлюз Поставим еще термопластины сюда Что-то я забыл про них совсем Приоритет Вот этой хрени мы ставим 8 Да, сюда мы сейчас Все всякого понатаскаем Но это не первостепенная задача Первостепенная задача Вот здесь вот все выкопать Да, строить этот термопластин, конечно, тяжело Но разогрели мы тут все капитально У нас теперь просто все горячее здесь Ну ладно Надеюсь, что все это не зря И вот это вот абсолютные ноли Воздействия космоса Воздействия космоса Видишь, что такое воздействие космоса? Надеюсь, что воздействие космоса Не убьет нас Иначе будет как-то не очень приятно Ну, так и мы узнаем Про воздействие космоса Если не проковыряем дырку В этот самый космос И не посмотрим, как оно будет На нас непосредственно воздействовать Логично? Логично Так, что такое? С питательными батончиками Возьмем посылку С питательными батончиками Сюда я смотрю, приехала подкормка Ну и хорошо По стрессу мы вроде как пролезаем По крайней мере пока что Ну и пока у нас там Идут всякие раскопки Нам надо проковырять получается трубу Будет Значит нам надо будет поставить ее Куда-то примерно вот сюда И потом при помощи трубы Жидкости, которую мы поставим Где-то вот здесь вот например Значит к ней подключимся А вот дальше нам надо будет Откуда-то отсюда вытащить Вот этот рубень Как она у нас пойдет? Она причем пойдет С ледяной жижей Она пойдет с ледяной Ее конечно было бы здорово протащить Раз что она все равно ледяная Протащить ее где-нибудь вот здесь Вот чтобы у нас все это дело Блин Подогрелось Да, трансформатор надо было тоже делать из этого Блин, надо там температурку делать короче А можно снести эти трансформаторы И сделать этот трансформатор из золота Пока я не решу вопрос Или сразу решить вопрос С охлаждением Может быть Пригнать сюда этот змеевик И пусть он там ползает Охлаждается Который из рапы Я думаю Я думаю, что мы все-таки разберем Вот эти трансформаторы И сделаем их золотыми Я бы вот эту штуку тоже разобрал бы сразу Но там есть проблема Если я ее сейчас разберу Вот это надо разобрать А вот это надо разобрать Причем разобрать это надо Блин, на девятку Прямо сразу И потом заново пересобрать Блин, Рубь, ты это разбирать, конечно, будешь Трансформатор И золото Температура перегрева Плюс Так Сюда трансформатор Сюда трансформатор Сюда трансформатор Сюда трансформатор Сюда трансформатор И сюда трансформатор Значит, ставим трансформаторы и золотишко Теперь резервуар Тоже ставим и золото Вот сюда А это у нас из меди Так, у нас все работает? Нет? Или что, не работает? Доступной энергии ноль А почему доступной энергии ноль? Я же их просто поставил на прежнем месте Почему доступной энергии ноль? Блин, еще и батарея перегрела Не, ну, короче, надо что-то тащить Здесь слишком жарко Здесь получается капец как жарко И все-таки Некий Змеевик И какую-то лучистую трубу Здесь ставить придется 5 градусов, не 5 градусов Либо выводить, опять же, вот сюда Вот наверх, я даже хрену Иначе мы так и будем бесконечно чинить А бесконечно чинить И вообще не хочется А здесь мы остались без электричества Теперь У нас теперь вообще ничего не работает Почему мы остались без электричества Кстати, тоже непонятно Ладно, может быть, потому что здесь вот этой штуки нет Сейчас мы, конечно, доделаем И посмотрим И тоже с медной рудой Блин, надо было все из золота делать Ну, видимо, надо переподключаться Или они просто не... А, они просто не работают Они у нас просто не работают Потому что я, да, туда Не запихнул газку Нужное количество Ммм... Так, это надо тогда побыстрее сделать Ладно, да, попробуем Попробуем включить авторемонт Откачать Я не знаю, получится правда или нет Вот это вот надо будет тогда попробовать Открыть Для того, чтобы у нас Пошел обмен Здесь 60 градусов Здесь у нас 68 В общем, надо, чтобы они закончились Потом мы переделываем их на золотой сплав Ну, и надо как-то здесь все это охлаждать Потому что батареи джимбы тоже себе посыпались Охлаждать, охлаждать Ну, как же тебя охладить? У нас есть, в принципе, система для охлаждения Которые гоняют воздух через себя Но там тоже с ними есть некоторые вопросы То есть, по-хорошему, конечно, надо вот это вот разрыть Вот у нас здесь есть раповая штука Взять ее отсюда И, видимо, наверное, придется это сделать От пшеницы мы, скорее всего, я так подозреваю, избавимся Здесь вот она заканчивается То есть, по идее По идее По идее По идее надо вот это вот разобрать Причем с приоритетом в девятку Надо разобрать После того, как мы это разберем Мы сможем вот сюда поставить Давай тоже в девятку Значит, после того, как мы это разберем Мы сможем вот сюда вот выставить Сплошняковую такую хрень Значит, внизу у нас будет еще допрапа И здесь нам надо будет протащить тогда змеевик Причем не просто змеевик, а змеевик с лучистыми трубами Причем лучистые трубы должны выходить внаружу Отсюда из всего вот этого вот Змеевик с лучистыми трубами Можно, в принципе, эту штуку даже не размалывать Просто, чтобы перетекала сюда рапа Когда здесь переизбыток Такое, кстати, тоже можно предпринять Хотя, с другой стороны Если она будет одной большой такой вот жижей Наверное, будет все-таки получше Ну ладно, давай тогда вот это вот отменим Возьмем тогда лесенку Значит, у нас должна быть точно лесенка, идущая вот здесь Потом дальше надо будет проложить лесенку Через четыре, наверное Да, как-то, наверное, мы подровняем Блин, если мы подровняем под нее Наверное, особо не походишь, да? Потом Ну, блин, все равно здесь придется по колено в рапе В этой соленой ходить Ну ладно, если придется все равно ходить по колено в рапе Тогда давай так просто сделаем Дам четыре, дам четыре И здесь вот сверху три Это вот все надо будет откопать Тогда получается Откопать, откопать, откопать Насчет насоса Хрен его знает насос В принципе В не таком уж плохом месте стоит Но я, наверное, придется все-таки переделать Насос Потому что мы оттуда еще можем забирать соль Из этой рапы Выпаривать И еще там какими-то вещами другими заниматься Так что вполне себе Я думаю, что мы вот так вот сделаем Так Еще раз Значит, здесь у нас будет стоять насос Этот самый насос Насос будет выводиться куда-то сюда Так, куда-то сюда Будет выводиться насос Теперь нам надо будет прогнать Значит, ввод и вывод Значит, насос хрен с ним Это насос просто Который у нас будет подкачивать рапу Куда-то Куда-то там он будет подкачивать Это не суть важно Теперь нам надо Сделать ввод и вывод Для Змеевика То есть, если мы продолжаем Вот такими же вещами заниматься По-хорошему там надо будет Даже можно не ставить термопластину На самом деле Можно поставить просто лучистые трубы То есть, где у нас там труб-то? Вот она, лучистая труба Лучистая труба Лучистая труба Так, чтобы ее еще можно было Обслуживать, эту лучистую трубу И она находилась в рапе При всем при этом И обслуживать, и в рапе Шашечки или ехать Будем ли мы какие-нибудь там датчики стоять? Я вот не знаю Ладно, пока давай вот этим вот ограничимся Сначала ограничимся вот этим А потом тогда сделаем что-нибудь еще Потому что нам по-любому там надо охлаживать Конечно, пока что Там все равно надо будет все переделать На золотой сплав Хорошо, вот это вот Совершенно не дело А что эти батарейки мы тоже переделаем Провода вроде не горят Но батарейка горит вполне Батарейка из железа Да, надо переделать батарейки джимба На золотой сплав Вот так вот сделаем Так, бочка из золотого Так, резервы для газа из золотого сплава У нас есть Значит, сейчас мы берем Разбираем вот эти батареи Так, теперь мы переводим опять батарейки джимба И делаем их из золота Да, мы же так должны делать Так, что-то вы слишком много здесь разрушаете у меня Это должно идти вот так А это должно идти вот так Теперь переходим опять в батарейки джимба И опять ставим их из золота Здесь вот так вот должно пойти Можно было бы их поставить на самом деле эти батарейки в другом месте То есть нет никакого практического смысла ставить их обязательно вот здесь Просто место хорошее Можно было бы оставить здесь просто трансформаторы А все остальное отсюда убрать Безо всяких на то проблем И все это было бы нормально тоже Так, теперь я хочу Чтобы вы починили мне вот эти хрени Они израсходовались И мы их заменили тоже на золотые Ну давай, джин Я не знаю, надеюсь, что у тебя получится Так, пойдет отсюда газ? Да, газ отсюда пошел Значит, наша задача сейчас израсходовать абсолютно все Чтобы этот природный газ просто не вылетел отсюда Потому что он вылетит моментально Если мы его разрушим просто так Значит, сейчас мы заодно проверим нашу электрическую схему По-моему, с электрической схемой у нас какие-то проблемы Не, в общем-то вроде как раздуплилось Так, практически он у нас готов уже Так, сейчас мы доделаем еще один Переделываем его на золото И потом дальше проблем будет меньше Я надеюсь После того, как мы переделываем его на золото Главное, чтобы он за это время не сгорел Но он вроде не должен Угу, все, природный газ попер Но охлаждайку мы сейчас сделаем Что это у вас тут такое странное получилось? Ну ладно Так, сюда мы тогда дальше протаскиваем термоплитку И как-то вот сюда вот ее уставляем Вот это вот пока не надо трогать Надеюсь, какой у меня приоритет? Здесь приоритет тоже 9 Надеюсь, приоритет я какой... О, еще у меня интересный приоритет поставился Давай-ка мы сюда поставим на вот это вот все Приоритет 7 пока Так На вот это вот все поставим приоритет 7 Потому что ходить здесь вроде как можно Ну там дальше остальное доделаем Пока что приоритет 9 мне как-то поинтереснее Чем приоритет 7 Перегрузка А что там перегрузилось? Перегрузилось, наверное, когда Жахнул у нас это Сверху Еще один генератор от болтов Скорее всего, тогда и была перегрузка Кстати, что тут с генератором? Мы хоть что-нибудь... Мы так, мы немножко продвинулись по исследованиям? Нет? Да, продвинулись Ну и ладно Значит, понемножку мы продвигаемся Это даже хорошо Высокоскоростной транспорт Межпланетный транспортировщик Между планетоидами Маяк наведения Ну ладно, это все потом Так, ты там что-то ловишь? Ну, вроде как он там что-то ловит Хорошо Блин, а эта штука подходит к концу постепенно Это нехорошо Одна бочка практически кончилась На этом мы почти что Почти что все зарядили Труба сблокирована Ладно, сейчас он тогда у нас Это самое У тебя закончится совсем Энергия, потому что нам явно сейчас будет уходить куда-то Что с кислородной схемой, мне интересно Ну, кислородная схема в таком виде Ни хрена не работает Оно, в общем, с одной стороны По идее нормально С другой стороны Оно вот сюда просто не доходит Так Да, оно просто не доходит Просто не доходит Причем не доходит совсем Значит, нам придется вместо вот этого моста Нам вместо вот этого моста Нам придется делать просто развилку Но тогда неплохо было бы избавиться Блин, от вот этих вот центральных вещей Потому что кислорода у нас до хрена Но весь кислород уходит куда-то не туда Куда он должен уходить Нет, Каталит, ты, конечно, молодец Ты прям вообще все делаешь четко Ты прям у нас умничка Ну, пока ты все это делаешь Давайте мы все-таки распланируем здесь некий змеевик Который у нас, в принципе, пойдет А потом заменим часть этого змеевика На что-нибудь На что-нибудь другое Типа у нас, допустим, ладно Раз, вот кусочек змеевика И вот там еще кусочек змеевика Одной штуки на рапу нам, в принципе, должно хватить Безо всяких проблем Это у меня там термоактивная штука Ладно, там, в принципе, без разницы, на самом деле Термоактивная она или нет Нет, разница, наверное, конечно, есть какая-то Но не настолько значительная Так, вот это у нас получается один кусок Вот это вот тогда надо будет разобрать В принципе, всю вот эту вот штуку И как-то ее перепроложить дополнительно Вопрос только как Ладно, пока мы запланируем себе вот такую вот вешечь Так, здесь отменим тогда изменения Пусть у нас здесь будет штука И еще раз запланируем еще вот такой вот ввод Который мы отсюда, если что, сможем вот туда вот протащить Значит, где-то вот здесь вот его завести Или где-то, блин, даже не знаю, где его завести-то Придется переделать всю эту систему Мне вот так вот надо сделать У меня аж здесь остается еще кусочек Ну и вот где-то здесь, возможно, мы поставим тогда датчики Лучистые трубы И примерно по такому же принципу проведем это все А можно не ставить датчики Пусть она там туда-сюда ездит себе, да и все Короче, есть у нас это рапа и есть Теперь только нам надо будет сделать Как мы сюда будем чего добавлять Для этого нам придется поставить мост трубы жидкости Вот отсюда Да, вот отсюда нам придется поставить мост трубы жидкости Здесь будет развилка То есть куда-то она пойдет дальше И где-то вот, вообще без разницы на самом деле, где Мы вот в систему бахнем что-нибудь И тогда нам надо будет поставить мост трубы жидкости на ввод и на вывод Чтобы было понимание, откуда, куда, чего должно течь То есть вот так вот должно как-то быть То есть у нас вот-вот-вот-вот вывод И дальше мы его каким-то образом куда-то потащили А если здесь у нас тогда идет говножижа Значит говножижа Значит говножижа у нас уходит сразу куда-то вот сюда Блин, а здесь мы тогда не пройдем У меня тут что-то как-то очень все кучно получается Сейчас мы как раз тогда сразу и запланируем вот эту историю Тогда труба у нас пойдет с говножижей Ну скажем, вот в этой хрени Вопрос только, где она потом должна соединиться Ну если здесь есть лесенка, раз уж так исторически сложилось Пусть через нее и соединяется Я думаю, что не особо большая проблема Теперь только нам надо будет поставить приоритет Да, приоритет вот этого должен быть пятерка А то я сейчас тут начну все это заостроить Вообще на самом деле все это должно быть пятерка Только не все, а строительство Строительство всей вот этой вот балалайки Пусть будет пятерка Нам не надо это прям очень сильно форсировать Хрен бы с ней А вот эта штука должна быть побольше Минус 45 градусов Ну и что? Ну и по-моему ничего Какой-то там звук нехороший Слушайте, ну По-моему это вообще не работает Я думал, что воздействие космоса просто вытянет отсюда все И здесь будет вакуум Но видимо нет И обмен температурный тоже не работает Короче в этой игре нету такого То есть дырка в космос по идее должна Все туда высасывать Но это по идее так должно А на практике получается, что хрен там было Что это вообще не работает так, как я думал Ну и грубо говоря не работает совсем Ясно, значит А почему у меня, кстати, нет тут электричества А, его потому что вообще нет Да? Все, у нас газ весь закончил Да, газ у нас закончился весь Ну ладно, тогда мы, значит, форсировано разбираем Где вот эти штуки Сейчас мы куда-нибудь пригоним Делаем их из золотого сплава И тогда, раз у нас не получилось сделать сверху Ну что? Ж Блин, надо же Неприятно-то Я был уверен, что ее высосет Но нет И еще и температура тоже Не этот самый Не выплавляется Хотя вот здесь вот какой-то типа обмен идет вроде как Или нет, непонятно Немножечко отсюда что-то выходит, похоже Ну, может быть, кстати говоря Тогда что-то из этого и получится Просто, видимо, не сразу Да, он здесь даже Этот самый Даже жидкость у нас в холодном состоянии Блин, ну, не знаю Ладно, давай мы сюда вот поставим стенку Потому что пока мы не поставим стенку Мы точно не узнаем, что там будет происходить Значит, разберем, да Две вот этих вот хреновины Теперь вместо этих двух хреновин Мы поставим только из золотого сплава Такие же хреновины Раз И два Вот их надо будет поставить Приоритетом в девяточку Потом дальше вернуть Наверное, на автомат Вот этот шлюз Ну, а поддержанием температуры И прокладкой тогда Змеевиков для охлаждения Вот этой вот хреновины Через рапу Мы займемся в следующий раз С вами Да, и надо, кстати говоря Немножечко поторопиться вот здесь Потому что говножижа у меня тоже заканчивается И вывод говножижа Надо будет сделать тоже побыстрее Тогда надо будет ускориться вот с этой штукой Значит, следующий большой проект Который нам надо будет сделать быстро Это всю вот эту вот канитель Значит, сейчас мы прям сразу выставляем Пока я об этом помню Вот вся вот эта вот штука у нас будет большим проектом На будущее Здесь, кстати говоря, кусок рельса Который на самом деле не нужен Ну ладно, пусть будет Так, вот такой вот большой проект И нам надо будет затянуть сюда, получается, электричество Но вот этим электричеством Мы можем, в общем-то, пока что временно воспользоваться Потому что не будет здесь такой адской нагрузки Вот так вот мы это дело подключим А генератор-то у нас тоже не работает из-за этого Вот дерьмо Так, надо срочно все это запускать назад Так, срочно запускаем все это назад Потому что у нас начали страдать исследования Так, давай, жги Сейчас у нас Джош достроит эту штуку И дальше все будет нормально Да-да Так, все, природный газик пошел Сейчас у нас вся эта штуковина перезапустится Эту хрень они запустили дальше Газ сейчас начнет копиться, я надеюсь Ну, по крайней мере, должен начать копиться Да-да Не, на самом деле не зря я поставил туда датчик Иначе такой фокус провернуть было бы невозможно Если бы я туда датчик не поставил Так что, может быть, я не такой дурачок, как я думал изначально Ну, или, по крайней мере, не совсем такой У кого-то там у нас увеличение характеристик 2% стресса Это не очень большое количество И, в принципе, это вообще немного И что у нас дальше И дальше Да, дальше у нас вот сюда вот пошла, кстати, жара Да, пошла жара, пошла водичка Сейчас они достроят мне вот эти вот две части И достроят вот эту вот хрень, которая выходит наверх Ну, ее, кстати говоря, можно уже Форсированная, ее уже можно недостраивать Все, здесь у нас уже ничего не будет плохого Там у нас тоже ничего плохого не будет Дай-ка посмотрим здесь И нам прислали посылку с песком, которая у нас 300 тонн Но мы ее все равно возьмем Ну что, ладно На этом тогда я с вами прощаюсь А в следующем выпуске мы продолжим Заниматься вот этими вещами То есть первое надо будет сделать вот это И исследовать, кстати говоря Его тоже не помешает Ну, а после После, после, после Ну, а после посмотрим Не знаю, вот эту штуку я пока оставлю Может быть, она еще охладится Но, походу, нет Здесь он уже минус 15 градусов Минус 20 градусов А здесь, кстати говоря, минус 40 Придется какую-то другую охлаждайку придумывать Но змеевик с рапой мы все равно будем использовать Потому что он прикольный Чего бы его не использовать Когда мы можем это сделать Рапа у нас все равно халявная Следующий период бездействия Она, кстати говоря, извергается в данный момент На рапа На рапа надо будет тоже добраться А что у нас с едой? Недостаточно подкормки серой Здесь недостаточно ирригации Почему у нас недостаточно ирригации? Не понял Сейчас, секундочку Что у нас недостаточно ирригации? Ай, ты срань какая Ай, ты какая срань Тут еще вода пошла Все-таки вода оттуда поперла Хреново Я так и думал, что рано или поздно Она сыграет свою злую шутку Ну и в итоге она сыграла Ну ладно, уже поздно что-то делать с этим Все шутки, особенно злые, уже сыграны То есть вот она идет в перемешку Воды здесь чуть-чуть было Но она, блин, здесь есть И она, естественно, засосалась в итоге Благо мне это на данный момент не критично Вообще никак Совершенно Но неприятно, конечно Это надо будет разрушать, получается, эти трубы Доставать оттуда воду Надо было фильтр ставить Я вот думал поставить фильтр, но потом я подумал Ну, что с ней будет? Ну, подумаешь, ну, будет там вода Ну, господи, ну и что? Ну, в итоге это ну и что? Вырвелась у нас большая проблема Нет, все-таки фильтр для жидкости Прям берем приоритет 9 И все-таки сюда мы его ставим, наверное Нет Придется поставить сюда фильтр для жидкости Так Это немножечко откладывается у нас Конец серии Сейчас мы сразу вот это сделаем Ну, мотать там разлилось Да ладно, тут столько не было Просто капец Так Только фильтр для жидкости надо перевернуть, наверное Как тебе отменить? Так Отменить строительство фильтра для жидкости Где фильтр для жидкости? Вот фильтр для жидкости Значит, у нас вход должен быть вот здесь Так Значит, ставим тебя Берем Так То, что там отфильтруется Это будет вода Которую, кстати, девать некуда, блин Не, ну я все равно хотел подключить вот такую верхнюю штуковину Давайте тогда ее заодно и подключим Раз на то пошло Значит, это просто для какой-то там хрен знает какой воды Ну, какая-то хрен знает какая вода Значит, будет вот она Значит, вот она фильтрованная Значит, идет сюда И дальше выходит вот здесь Которая нефильтрованная Дальше идет вот сюда Так Сейчас тут все будет, блин, залито Не-не-не-не-не-не Вот это вот не надо Так, ребяточки Приоритетик, пожалуйста Быстренько И вот такую вот Да, энергетическую штуку Сюда, пожалуйста Тоже, надеюсь, они сдохнут Так, фильтр Фильтр для жидкости Ты у нас будешь фильтровать воду Так, и что не так? Электричество не подключено? Да, электричество не подключено Так, что теперь у нас дальше? Давай смотреть Значит, вода отфильтрована Да, она, кстати, будет не очень А таки работа, на самом деле Вот надо было сразу поставить это Вот когда я только туда воды залил Случайно Надо было сразу сделать вот это Ну, я решил, что Ну, что будет такого плохого Да, ничего же не может Такого плохого случиться, правильно? Ну, и в итоге, естественно Плохое случилось Теперь придется все это дело Разламывать Потому что Ирригация на вот эту хрень У нас работать не будет Придется расхреначить Теперь вообще здесь абсолютно все Расхреначить И потом убирать, блин, остатки После вот этого все Ну, что-нибудь поделаешь Когда ты дурачок Тебе потом приходится делать двойную работу На сегодня все В следующей серии продолжим Узкоизвестный в широких кругах Строил заводы в игре в Италиях Строил заводы Чужие смотрел В общем, контент делал так Как умел Зритель Внимательный Ловит момент И оставляет правдивый коммент С ним соглашаюсь, конечно, и я Автор не видит порой нибудь Продолжение следует... Продолжение следует...